Аллилуйя Na-na-na-na-na-na Я был как след, но вижу я Меня спасла любовь твоя Мои надежды и мечты Исполнишь ты, Господь Теперь плотем я, избавлен от проклятий, свободен от греха Мои желания, лишь тебе осуществляться Иисус мой Бог, лишь тебе вежесть моя Ещё в бой я был так слеп Я был до след, но вижу я, меня спасла любовь твоя. Мои надежды и мечты исполнишь ты, Господь. Теперь пройдём я, и исповедай нас, но я не свободен от греха. Мори желанья, лишь теперь осуществляйте судьбу, Мой Бог, лишь теперь жизнь моя. Теперь пройдём я, и исповедай нас, но я не свободен от греха. Мои желанья, лишь теперь осуществляйте судьбу, Мой Бог, лишь теперь жизнь моя. Всё, в чём ты нуждаешься, послушай, всё, о чём ты мечтаешь, Всё это реально в Господе, всё это возможно. Библия говорит, что всё возможно тому, кто верит. Церковь, начинай сегодня верить, верить в Слову Божьему, Верить в тому, что Он говорит. Аллилуйя, правослажай, что ты спасён, Правослажай, что ты уже не под проклятием. Аллилуйя! Я в рабстве был, но ты пришёл, Освободил меня, привёл Свою обитель навсегда. Теперь тебя славлю я. Теперь пройдём я, и исповедай нас, Проклятий, свободен от греха. Мои желанья, лишь теперь осуществляйте судьбу, Мой Бог, лишь теперь жизнь моя. Теперь пройдём я, и исповедай нас, Проклятий, свободен от греха. Мои желанья, лишь теперь осуществляйте судьбу, Мой Бог, лишь теперь жизнь моя. Иисус, лишь в тебе одно, Вся наша жизнь, вся наша жизнь. Аллилуйя! Скажи, теперь спасём я. Теперь спасём я. Теперь спасём я. Навсегда, Иисус. Теперь спасём я. Теперь спасём я. Теперь спасём я. Теперь спасём я. Правосглашай! Теперь спасём я. Теперь спасём я. Радуемся! Теперь спасём я. Навсегда. Теперь спасём я. Радуемся! 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 Свободен от греха! Мои желанья лишь тебе осуществляй아, Иисус мой Бог, И жизнь моя! Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте поклопаем Господу! Рад ли ты сегодня, что Бог даровал тебе свободу? Насколько ты счастлив! Настолько сильную восставиму славу! Аллилуйя! Аллилуйя! Мы тебя восносим, величаем, прославляем! Аллилуйя! Аллилуйя! Вся слава тебе, Бог! Еще спой! Теперь во всем я, избавлен от проклятий, свободен от греха! Мои желания лишь в тебе осуществятся, Иисус мой Бог, лишь в тебе жизнь моя! Теперь во всем я, избавлен от проклятий, свободен от греха! Мои желания лишь в тебе осуществятся, Иисус мой Бог, лишь в тебе жизнь моя! Аллилуйя! Слава, 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 слава! Бог достоин большей славы! Бог достоин большей хвалы! Не удерживай! Не удерживай! Аллилуйя! О, Иисус, 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 Слава, слава, слава! Превозносим тебя, Господь! Величаем Иисус! Аллилуйя! Иисус, спасибо тебе за спасение, за жизнь вечную! Благодарим тебя! Боже, поем тебе хвалу! О, Иисус, мы говорим! Теперь спасен я, избавлен от проклятий, свободен от греха! Мои желания лишь в тебе осуществятся, Иисус мой Бог, лишь в тебе жизнь моя! Теперь спасен я, избавлен от проклятий, свободен от греха! Мои желания лишь в тебе осуществятся, Иисус мой Бог, лишь в тебе жизнь моя! Теперь спасен я, избавлен от проклятий, свободен от греха! Мои желания лишь в тебе осуществятся, Иисус мой Бог, лишь в тебе жизнь моя! Теперь спасен я, избавлен от проклятий, свободен от греха! Мои желания лишь в тебе осуществятся, Иисус мой Бог, лишь в тебе жизнь моя! Да! Иисус, хвала тебе! Превозносим твой святой имя! Иисус, хвала, наш Бог достоин славы! Скажи своему соседу, ты спасен! Ты избавлен от проклятий, и ты свободен от всякого греха! Аллилуйя! И еще вознай славу Господу! Аллилуйя! Ты, Господь, наш Спаситель! Боже, Тебя одного превозносим! Тебе, Иисус, принадлежит вся слава и хвала! Аллилуйя! Аллилуйя! Спаситель, искупитель, из болота, из лёгки я! Бог крепкий, вовекий, изменён не навсегда! И еще, из вечности далёк, в мир, где вы живёте, любимый Божий Сын! Ты прошёл живый смерть, и на третий день воскрес! Ты открыл миру путь, когда жизнь опять вернут! Аллилуйя! Аллилуйя! За всё мой Бог! Иисус, спаситель, спаситель, искупитель, из болота, из лёгки я! Бог крепкий, вовекий, изменён не навсегда! Ты прошёл, бездечность и далёк, в мир, где вы живёте, Любимый Божий с ним Ты нашел жизнь и смерть И на третий день в ответ Ты открыл миру путь Как нам жизнь опять вернул Аллилуйя, заснул мой Бог Ты нашел жизнь и смерть И на третий день воскрес Ты открыл миру путь Как нам жизнь опять вернул Аллилуйя, заснул мой Бог Аллилуйя, заснул мой Бог За все тебе За все хвала Иисус, 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 Иисус И ты пришел, и ты пришел Любимый Божий с ним Иисус, Иисус, Иисус Еще с больным сердцем И ты пришел И в вечность И далекий мир, где мы живем, Любимый Божий, и ты пишешь В вечности я пройдем, В вечности я пройдем, Ты, Божий, и ты пишешь В вечности я пройдем, Любимый Божий Сын. Ты прошел в жизни смерть И на третий день воскрес, Ты открыл миру путь, Как нам жизнь опять вернуть. Аллилуйя! За все мой Бог! Ты прошел в жизни смерть И на третий день воскрес, Ты открыл миру путь, Как нам жизнь опять вернуть. Аллилуйя! За все мой Бог! Аллилуйя! За все мой Бог! Аллилуйя! За все мой Бог! Аллилуйя! Мы славим Тебя! Мы превосносим Тебя! В этот день мы величаем имя Твое Святое! Ты Бог нашей жизни! И мы ожидаем Тебя! Мы жаждем Тебя, Иисус! Ты наш Господь! И мы ожидаем Твоих откровений! Мы ожидаем Твоего помазания и силы Твоей! Мы нуждаемся в Тебе, Господь! И я прошу Тебя, Отец! Наполни это место славой Твоей! Наполни каждое сердце! Дух Святой! Наполни наши сердца из жизни! Преобрази нас в образ Твой, Господь! Мы нуждаемся в Тебе! Мы ожидаем Тебя, Иисус! Это время Твоей славы! Это время движения в Духе Твоем, Святого! Это время наших перемен! Это время пробуждения Церкви! Это время силы Твоей! Иисус! Жаждем Тебя! Аллилуйя! 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 Господь, мы открываем свои сердца сегодня. И мы верим, что это время перемен для нашей жизни. Это время исцеления нашего духа, души и тела. И мы ожидаем от Тебя, Господь. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. И мы открываем свое сердце, чтобы принимать сегодня слово жизни, которое способно изменить нас навсегда. И мы верим, Господь, что мы не останемся прежними, но сегодня наша жизнь изменится. Твоя слава наполняет наши жизни. И мы любим Тебя, Иисус. Мы прославляем Тебя, Господь. Мы превосносим Тебя, Святой. Хвала Тебе, Иисус. Аллилуйя, за все мой Бог. Аллилуйя, за все мой Бог. Аллилуйя, за все мой Бог. Аллилуйя, Иисус. Хвала Тебе, Хвала Тебе. Хвала Тебе, всемогущий. Хвала Тебе, благословенный. Хвала Тебе, премудрый. Хвала Тебе, чудесный. Хвала Тебе, великий Бог наш. Аллилуйя. а слава тебе и вся честь тебе один ами а ну я добрый день друзья я рад приветствовать сегодня каждого на этой конференции и объявляю открытие конференции пробуждения аллилуйя слава господу и узнать это особое время и сегодня есть особый человек на этом месте я хотел бы чтобы наши сердца не были открыты просто подумай так сегодня чтобы измени мою жизнь навсегда знаете пришло время когда нам нужно жить по-другому нам нужно что-то изменить и многие проблемы за того что мы еще не изменились они в нашем мышлении и поэтому бог прежде всего разрушает твердыни нашего мышления чтобы мы могли ходить в его свободе служить в его силе и делать его дела на этой земле поэтому бог сегодня здесь на этом месте он будет изменять меня изменять тебя поэтому скажи бог сегодня изменит тебя одесский или кому-то другому бог изменит меня аллилуйя конечно всегда хочется чтобы люди все понимали важность этих конференции и то что бог будет делать но вы сегодня жаждете поэтому бог и зальет на жаждущие поэтому открой свое сердце будь готов сегодня принимать и бог будет сегодня действовать и вы знаете ну за несколько этих дней я познакомился с мужем божиим человеком божиим который уникальный человек знаете его жизнь полна приключений в боге его жизнь полна чудес и славы божьей и всегда когда он служил там на семинаре учил нас и знаете он всегда делился чудесами из своей жизни как люди больные раком исцеляются как буддисты приходят господу как мусульмане приходят богу и принимают иисуса христа и знаете я верю так что ну и наши родные и близкие люди которых мы знаем и кого не знаем они могут быть спасены силой божьей поэтому будьте сегодня открыты принимаете от человека божьего будьте все эти дни на конференции потому что бог будет действовать все эти дни все служ area будут разными они будут особенными поэтому узнайте потратить это время и вы не пожалеете бог изменит наше мышление бог изменит нашу жизнь бог изменит наш город бог изменит нашу страну бог изменит целый мир потому что мы божьи аминь Я хочу пригласить на эту сцену и поприветствовать драгоценного мужа Божьего, доктора Джеймса Ли. Это служитель из Соединенных Штатов Америки. И также переводчик Владимир Васютинский, наш друг и знакомый уже давно. Поэтому, welcome in church Emanuel. Emanuel Church, yes. Well, praise God. This is my great honor and privilege to be here. I'm a Korean American. I'm originally from Seoul, Korea. But I lived in America for almost 40 years. And it's the America where I became born again. And I've been traveling to nations of the world to share the good news of Jesus Christ. Because Jesus is coming back home. To be with us. Amen? So we need to prepare ourselves. And Ukraine is my 97th country that I am. I had a privilege of becoming minister. I'm counting for my 100th countries to come from them. And grace to joy, greatest joy in my life is to preach the gospel and people get saved and healed and delivered. And they became disciples of Jesus Christ. And they became disciples of Jesus Christ. And they evangelize from their own Jerusalem to the ends of the earth. So I want you to be prepared. So I want you to be prepared. To be transformed. I'm going to share with you simple message how you can become a mighty anointed man and woman of God. It's so simple that the devil doesn't want you to know. You know, it's so simple that the devil doesn't want you to know. Because all of you need to become a mighty army of the Lord. So you can preach to your unsaved relatives. Your neighbors. Wherever you go. You are the walking kingdom station on earth. Why? Because where does Jesus live? Где живет Иисус? In us. Только пару человек. А у вас где Иисус живет? Где он живет? Где он живет? In our heart. Oh, that's good. Very good. Очень хорошо. So if he lives inside of you, he has a power from heaven and earth. Значит, у него есть вся сила земли и небес. So he lives inside of you with the all of kingdom authority and power. Он живет внутри вас со всей властью и силой Царства Божьего. Matthew 28, verse 18. Matthew 28, verse 18. Jesus said, All authority in heaven and earth has been given to me. Сказал, Dana мне всякая власть на небе и на земле. All. Всякая. What does all mean? Что означает вся или всякое? All and anything. Well, do you really believe all? Действительно ли вы верите, что это вся власть ему до нас? If Jesus has all authority on the earth, and he lives inside of you, does he have authority to solve your problem? Does, yes. Does he have a power to heal your sickness? Does he have a power to use you to share the kingdom of God to someone else? Есть ли у него сила использовать вас для того, чтобы привести в Царство Божье кого-то другого? Some people say, да, да. Кто-то говорит, да. Once you understand this, you will never be the same again. It's not just ministers. Or evangelists or missionaries. That God uses them specially. It's whosoever believes in Jesus Christ. And whosoever believes that God can use me. And God can use you. So this conference is not about me preaching to you. It is all about you. You're going to rise up with his anointing and power. To change your influence around you. And to touch the world from here to the nations of the world. Where does Holy Spirit live? Are you sure? My Bible said you shall receive power. This is not a power from this world. This power is from the kingdom of heaven. Power to move the mountain. Power to save. Power to heal. Power to cast out demons. Power to open the blind eyes. Power to heal the cripple. What is your problem? There is a greater power. It's in you. That's your problem. So instead of telling God how big a problem you have. Every day. No tell you a big problem. I have a big God to solve. Amen. Everybody say this with me. Повторите за мной все. I have a mighty Jesus who lives inside of me. Во мне живет всемогущий Иисус. He has a full authority over this earth. Он обладает всей властью на этой земле. Он обладает всей властью на этой земле. И если я буду доверять Ему. Его власть может решить все мои проблемы. Его власть может разрушить дела дьявола. Его власть может разрушить дела дьявола. On top of that. И больше того. I have a power of the Holy Spirit. У меня есть сила Духа Святого. Living inside of me. Которая живет во мне. With this full power. Со всей его силой полной. This power can save souls. И эта сила может спасать души. И эта сила может спасать души. This power can heal me of all my sicknesses. Эта сила может исцелить меня от всякой болезни. This power can deliver me from every spirit of darkness around me. Эта сила может избавить меня от всякой тьмы, которая окружает меня. Power of the Holy Spirit is within me. Сила Духа Святого, она со мной. Сегодня. Я принимаю свое чудо. И Иисус Христос, который живет во мне. Он чудотворец. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. 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 Слава Господу. Вы чувствуете, как ваши болезни уже ушли от вас? Аминь. Вы не должны быть веры в твои болезни. Вы должны быть веры в Бога. Вам нужно иметь веру не в свои болезни, но в Бога, который может избавить от них. Мы сейчас, знаете, так совместно изгоним болезни из своего тела. Аминь. Вы должны уйти отсюда не такими, как вы сюда пришли. Кому из вас хочется домой вернуться таким, как вы пришли сюда? Поднимите руки. Я рад. Мы все в согласии находимся. Вы пришли сюда с болезнью и уйдете отсюда без нее. Аминь. Если вы пришли сюда с какой-то зависимостью или с тем, что сковывает вас, вы это оставите здесь у креста и уйдете свободным. Аминь. Аминь. И какие бы ни были беспокойства или страхи, Бог поменяет это на силу Божью. И Он будет преобразовывать ваш разум. И Он даст вам здравый разум. Дух Божий будет воодушевлять вас. Поэтому прямо у Христа оставьте свои сомнения, страхи и тревоги и идите отсюда свободным человеком. Все ваши бремена. Ливи их у подножия Христа. И Его игорь, которое легко. Это все, что вам нужно взять с собой. Аминь. Поэтому каждый скажите, я буду исцелен. Я буду освобожден. Я больше не боюсь дьявола. Я буду бояться только Господа. Я больше чем победитель в Иисусе Христе. Если Бог за меня, то кто может быть против меня? Бог живет со мной. И я являюсь чудотворцем. Поэтому всякая болезнь во имя Иисуса отойди от меня сейчас. И всякая зависимость я связываю тебя во имя Иисуса. Отойди от меня. Если Сын освободил меня, я воистину свободен. И теперь у меня есть помазание чудотворца. И когда сегодня я буду уходить отсюда, я буду чудотворцем для того, чтобы преобразить этот город для Его славы. Если вы в это верите, скажите аминь. Аминь! Аллилуйя! Слава Господу! Аллилуйя! Это очень легко освободить себя самого от всякой зависимости. Нам необходимо изменить свое мышление. И нам необходимо провозглашать то, что говорит Божье Слово. То тогда Бог будет проявляться со всем своим помазанием и силой. Аминь! Вы не какие-то обычные люди. Вы не какие-то обычные люди. Но вы Божий особый народ. Все мужчины, которые здесь. Если ваш отец царь, то кем вы тогда являетесь? Принц. Но ответственность была очень, очень слабая. Вы имеете в виду как люди? Нет, только мужчины. Кто вы? Принц. Только несколько мужчин сказал. Аминь! Реакция у мужчин очень слабенькая была. Но женщин спрошу. Если ваш отец, он царь, то кто вы? Немножко лучше. Немножко лучше. Я думаю, Бог будет помазывать сегодня женщин. И помазание будет на женщин. Они знают, кем они являются. Я спрашиваю мужчин, если ваш отец царь, то кто вы тогда? Немножко лучше. Я думаю, вы только-только пробуждаетесь после обеда. Еще так немножко в сонном состоянии. Ваш отец царь. Аминь! И не только царь на этой земле. Небесные царства, они поднимаются и падают. Но он не является царем царства небесного. И его царство никогда не падет. И вы являетесь сыновьями и дочерями царя. И поэтому я, когда приехал сюда, это не какая-то для меня незнакомая страна. Украина принадлежит моему Богу-отцу. Это страна моего отца. А я его сын. И поэтому у меня есть власть проповедовать народу своего отца. Может быть, я выгляжу как-то не так, как все. У меня такие узкие глаза. Но ваш отец это и мой отец. И поэтому, если у нас один и тот же отец, то мы с вами братья и сестры. Аминь! Ты знаешь, когда вы попадете на небеса, there is a lot of Asians. В следующем месяце я еду в Китай. И я там сейчас участвую в подготовке китайской, скажем так, китайской армии духовной для этого последнего времени. 300 top leaders from all over China will be coming. And I'm going to train them for two weeks. Because they're going to train others to send them out to the enriched people groups in the world. И они будут потом обучать других и будут посылать их в недостигнутые народы. And China has 120 million Christians. В Китае проживает порядка 120 миллионов христиан. 120 миллионов. South Korea has almost 20 million Christians. В Южной Корее почти 20 миллионов христиан. And the Philippines have more than 40 million Christians. When you get to heaven, don't be surprised. Why are there so many slanted eyes walking around? So you better get to know slanted eyes like me right here. So when you get to heaven, you won't be too surprised. God loves all people. Amen. And he wants Ukrainians to rise up with his anointing and the power. So then how can we be a mighty soldier for the glory of God? Как же мы можем быть сильными солдатами для славы Божьей? John chapter 14. Иоанна 14 глава. First verse 20 and 21. Стихи 20 и 21. This is very, very, very important scripture. Это очень и очень важный отрывок Писания. If you understand this scripture, если вы поймете этот отрывок, just two scriptures, всего лишь два стиха, you will never be the same again. Вы больше не будете прежними. Да, да. Да. Вы не будете прежними. Because Jesus said, Иисус сказал, Иоанна 14, 20. И Он говорит, в тот день, that day is actually meaning day of Pentecost. В тот день, он имеется в виду день Пятидесятницы. But to you, I declare today is at that day. Но для вас я провозглашаю, что тот день это сегодняшний день, этот день. March 14, 14 of 2015. 14 марта 2015 года. He said, you will know that I am in my Father and you in me and I in you. Most Christian people only know what Jesus lives inside of them. Большинство христиан знают только то, что Христос живет в них. But before Jesus said that, first he said, you in me. В первую очередь он сказал, что вы сначала во мне. And then I in you. И потом уже я в вас. And then he said, he who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. Потом он говорит, кто имеет заповеди мои и соблюдает их. And he who loves me will be loved by my Father and I will love him and manifest myself to him. тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим и я возлюблю его и явлюсь ему сам. So if you say I love Jesus Christ, если вы говорите, что я люблю Иисуса Христа, then you must obey the commandments. Тогда вы должны соблюдать его заповеди. What is the greatest commandment? В чем заключается величайшая заповедь? Really loving the Lord with all our hearts and minds and strength and soul and loving our neighbors and loving our neighbors as ourself. What does that mean? Что это означает? That great commission is speaking if we love God, we will obey what God tells us to do. Then we will соблюдать и исполнять то, что Бог говорит нам делать. Before somebody leaves, before somebody dies, прежде чем кто-то умрет, if somebody speaks to his children, last word, last word, that is the most important thing. That person wants his children to remember. That person wants his children to remember. Jesus, before he ascended to heaven, he said, all authority in heaven and on earth has been given to me. And then he said, go! He didn't say, sit in your church. He didn't say, sit in your church and warm the pews. He said, go! Into all the world and make disciples. How many of you are making disciples somebody? How many of you led somebody to the Lord and you are discipling them? Кто из вас привел кого-то к Господу и теперь вы наставляете этого человека? Поднимите руки свои. Some hands went, but many hands didn't go. I'm sorry to tell you, you are not obeying God's commandments. не жаль вам это говорит, но это значит, что вы не соблюдаете Божье повеление. Бог говорит, идите по всему миру. Прежде всего, по своему собственному Иерусалиму, в свой город. Если вы любите Иисуса, вы должны любить тех людей, которые еще не любят Господа. Тех израненных людей, эти заблудшие души, наркоманов, алкоголиков, сексуальными пристрастиями людей, блудниц, тех отвергнутых обществом людей, которые есть, мы должны их любить, благовествовать им и с властью Иисуса Христа. Нам необходимо спасать их от огня вечного ада. Если бы горел какой-то дом, и внутри находились люди, и просили бы о помощи, из-за того, что входная дверь горит, и они не могут выйти. They're opening the second, third story windows crying out to you. Can you help me? Please help me. Fire is coming. And how many of you would say? Oh, that's your problem. I just pass by. Oh, Jesus, have mercy on them. You just pass by them. Then what's going to happen? They're going to all burn and die. What normal people do? Call people. Bring the ladders. Call the police. Call the police. You do everything possible to rescue that person. There are millions of people in Ukraine that are heading to the hellfire. This hellfire, once you fall in there, they can never be rescued. But you have power to rescue them before they go. So that's why we need to pray for them. That's why we need the power. That's why we need the authority of Jesus Christ. So we can share the kingdom of God. We can rescue them. We can heal them. We can deliver them. We can deliver them. So that they can be your saints like you. You are here. So if you do that, you are obeying God. If you do that, you are obeying God. Then Father God will love you. Then Father God will love you. And Jesus said, I will manifest myself through you. And Jesus said, I will manifest myself through you. How many of you would like to see Jesus just manifesting out of your life? Who would like to see Jesus through your life? Amen? Well, then you have to obey the commandment. Then you have to obey the commandment. Every one of you should lead at least one soul to the Lord every month. Каждый из вас должен хотя бы один раз в месяц одну душу заблудшую привести к Господу. Inviting them to your house, feeding them. Приглашать их в свои дома, кормить их. Sharing the gospel. Благовествовать. Discipling them. Наставлять их. Teaching them how to win more souls. Учить их, как завоевывать другие души. Bring them to the church. Приводить их в церкви. Аминь. And somebody needs to go your own Judea and Samaria. И кто-то должен пойти в вашу Иудею и Самарию. Samaria in Israel at the time is the people who are rejected by the Jews. Samaria во времена Иисуса это были люди, которых Иудеи отвергали. They're mixed breed. Это, знаете, там была такая народность, которая была поместь определенная. And maybe Samaritans to Ukrainians can be gypsy people. They're rejected. They're not accepted sometimes. You need to go to your own Samaritans. Maybe foreigners are living here. Foreigners are living here. And even you need to pray for your own enemy. And you should also молиться даже за своих врагов. Сейчас идет война. It's every right to hate. And there's всякое право ненавидеть. But if we love Jesus, the Bible says love your enemy. The Bible says love your enemy. Then we are showing God's character. Then we are showing God's character. When we show God's character, God will bless you. God will bless you. God will bless you. Amen. We need to pray for them. We need to pray for them. Then God will hear your prayer. And God will hear your prayer. When you pray for your enemy, God will protect you. And God will protect you and your soldiers and your nation. Amen. So Jesus said at that day, today, that you will know that I'm in my Father. So think about this equation. Подумайте, вот представьте себе это уравнение. Jesus is inside of the Father God, in heaven. Иисус, Он находится в Своем Отце на небесах. But Jesus said you in me first. Но Иисус говорит, но вы в первую очередь во мне. So if you are in Jesus Christ, you are in heaven with the Father God immediately. Сразу же. Моментально вы там. Amen. So you are living here but at the same time you are in heaven already. This is the mystery of the kingdom of God. When you give your life to Jesus Christ, already you are connected with the heaven. And Jesus said I in you. That means through the Holy Spirit. all the kingdom authority and power is in you. With this Christianity begins. See, when you are in Christ, Jesus have 100% of you. good or bad and in between and all the mistakes that you make. And all the mistakes that you make. If you repent, blood of Jesus washes your sins away. and holy Jesus Christ received unholy men and women like you and me. And invite you to dwell inside of the holy man. We can never make ourselves really holy like Jesus was. But because we are inside of him, we become holy. Because he is holy. Amen? And he is inside of us. Through the power of the Holy Spirit. So the kingdom of heaven is with you. Through kingdom authority and the power is with you. Власть и сила царства оно с вами. And this is the absolute reality with this understanding we begin the walk with God. И вот эта вот реальность с понимания которой мы начинаем свою жизнь с Богом. Дьявол заставляет нас думать. Oh, you are not praying enough. Ты недостаточно много молишься. Ты недостаточно много читаешь Библию. Ты недостаточно много постишься. Ты недостаточно каждый день изучаешь Библию. Из-за этого у тебя нету силы. Из-за этого ты не можешь свидетельствовать. Это ложь дьявола. See, Jesus lives inside of you. You live inside of him. Иисус живет в вас. Вы живете в Иисусе. It's the requirement to become born again. И это единственное требование для того, чтобы стать рожденным свыше. If Jesus doesn't live inside of you, you are not born again. If you are not inside of Jesus Christ, you will never go to heaven. Если вы не находитесь в Иисусе, то вы никогда на небеса не попадете. Аминь? И я хочу, чтобы вы понимали, нам необходимо читать Библию, не для того, чтобы через чтение Библии Иисус высвободил в нас свою власть и силу. Он уже дал нам свою власть и силу. Вся полнота власти и силы Иисуса уже во мне. Но я еще просто не знаю, как этим правильно пользоваться. И поэтому необходимо изучать Библию. Каким образом Моисей использовал данную ему Богом власть? Каким образом Иисус Навин повиновался? Как царь Саул не повиновался и что с ним произошло из-за этого? Как царь Давид повиновался Богу? Но как Ахаб и Изавель они проявили непослушание и принесли проклятие всему народу? Но как и Асафат, он принес пробуждение всему народу? Как молодая девушка неизвестная стала царицей нации Эсфирь. И как хотели уничтожить всех израильтян во всем Вавилоне. Но эта девушка поднялась с Божьей силой. Она сказала, если мне суждено погибнуть, я погибну, но я буду говорить с царем. Вы учитесь каким образом пользоваться своей властью и силой в уместных случаях, где это необходимо. Поэтому мы читаем Библию. Как Петр отрекся от Иисуса трижды. И Бог восстановил его снова. И в день Пятидесятницы он был крещен Духом. И он стал новым человеком. И он проповедовал Евангелие. И три тысячи человек успокаивались. Как это могло произойти? И поэтому нам необходимо читать Библию. Если Бог мог использовать Петра, Бог может использовать и меня. это несет воодушевление. Если Бог мог использовать эту девушку сироту, чтобы она стала царицей, то Бог может использовать также и меня. Когда вы читаете Библию, то это должно удалить все сомнения, которые могут у вас только быть. Это должно удалить всякий страх. И это должно усилить вашу веру в Господа. Поэтому нам необходимо читать Библию. И нам необходимо молиться. Но молиться это не значит взять свою проблему с земли и поднять ее в небеса. Как будто бы Бог не знает о вашей проблеме. Библии говорится, что прежде чем вы еще скажете, Бог уже знает, что вы хотите сказать. Но молитва это когда вы небеса приносите на землю в свою проблему. Когда небеса сходят вниз, тогда сила небес решает все ваши проблемы. И поэтому нам необходимо молиться. Поэтому нужно поститься. чтобы знать каким образом использовать власть и силу, которую мы уже имеем. Аминь? Не для того, чтобы молиться и поститься, чтобы получить больше помазания. Если вы купаетесь в Черном море, и потом говорите, «О, Господи, это не достаточно воды, дай мне больше воды». И потом говорите, «Ну, Господи, это недостаточно воды, дай мне еще больше воды». Ну, это так глупо звучит, правда? Это как, знаете, вы молитесь, говорите, «Господи, дай мне больше силы». А Дух говорит, «Привет, а я и так тут в Тебе». Просто используй то, что у Тебя есть. Уже вся сила, которая тебе нужна, в Тебе находится. Аминь? Проблема в том, что вы поверили в ложь дьявола. Ложь дьявола заставляет думать. «О, я уже пожилая, старенькая». «Может быть, я могу внукам еще своим послужить». «Но, как Бог может использовать эту пожилую бабушку?» Если вы говорите так, тем самым вы говорите себе, «Что Иисус во мне не имеет никакой силы только лишь потому, что я уже старый или старая». Моисей начал свое служение когда ему 80 было. «Если вам уже за 80, ну ладно, мы тогда вас освободим». «Если вам еще нету 80, у вас тогда оправданий никаких нету». Аминь? So the problem is not with Jesus. Problem with your unbelief. Problem with your doubt. In America I preached similar message and 75-year-old lady came to me. I want to pray for sick. I want to evangelize. And I'm going to win the soul. So pray for me. So I prayed for her. And then she began to go because she said «And now I believe». Because she disqualified herself. She's a widow. And she's 75 years old. Oh, God probably don't want to use an old lady like me. And she didn't know that authority and power is already fully with her. But when she understood I want to move. I prayed for her. Now she's moving in great signs and wonders and miracles. She even went to the emergency room and prayed for the dying person and that person came back to life. She prayed for one lady whose eyes are blind and blind eyes got opened. and she prayed for many people and they get healed. Now she's retired so she said I want to evangelize people. So whenever she has a chance she just walks to the young people and leading many young people to the world. And I have a small fellowship when I'm back in the home when I'm back in the home I have a small fellowship and when I возвращаюсь домой там у нас такая небольшая группа общения есть. We have about 25 to 35 people come 80% of them 80% of them this lady is bringing 80% из них привела именно эта женщина. Hallelujah! So don't disqualify yourself. And another thing I want to share with you see if Jesus is in you and you are inside of Christ nothing is impossible. Why? Because Jesus Son of the Living God King of Kings the Lord of the who died on the cross and rose from the dead who can call 12 legions of angels to come down. That king lives inside of you. This king lives inside of you. Have you been using him? Have you been using his authority to set other people free? He's waiting inside of you. He's waiting inside of you. He's waiting and waiting and waiting when he is going to do something with me. Amen? So you're not a normal people. When I walk Jesus goes with me wherever I go. Do you agree with me? Every foot that I land the kingdom of heaven is touching. The kingdom of God goes with me. Amen? The kingdom authority goes with me. Kingdom power goes with me. So let's say if do we have anybody who has a severe back problem one person who is really serious I have been having a back pain for a long time. All right. Come on dear sister. So I'm just going to demonstrate You can stay here. Now dear sister your back has been hurting for how long? About 40 years. 40 years? Oh that's long time. Do you believe that Jesus lives inside of you as authority to heal us right now? Jesus do you believe power of the Holy Spirit inside of you has power to heal you right now? And do you know that you are the kingdom station on earth? you are the God station here on earth? Yes And sickness like that is attack of darkness Amen? So we have to destroy these works of the devil in your life Amen? So I want you to believe Okay put your hands in my Bible both hands Somebody come behind over just in case And I'm just going to pray Very simple prayer Jesus She's your daughter And your kingdom power flow upon her right We agree right now The power to heal go down to her back And this 40 year old pain And the root cause of that In the name of Jesus Be healed That your healing power flow That right now Right now Power of God flow That feel the heat of God moving in her back Right this moment Be healed Be healed okay Put it down In Jesus name You feel the power of God Be Come very hot Just Don't stop right now Don't It's working Jesus More fire Touch Lord Set free And I command you In the authority of Jesus Christ Be healed right now It's okay Don't be scared It's okay It's Sit down It's okay Don't be scared Jesus That are completely free No more pain No more suffering In the name of Jesus According to the word of God Totally be healed In Jesus name And we give you all the glory God In Jesus name How are you feeling Very kind of releasing That's why that's why you need to allow Holy Spirit to touch you completely But you are too fearful of falling Lord Jesus Just touch your Lord Just touch your Lord And the pain in the name of Jesus Thank you Jesus Stand up Try to check on your back Normally she cannot stand for a long time Right now how is she doing Right now It seems that's okay move 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 you couldn't do before try to do the things you couldn't do before So it's okay if she stands like being bent for three she feels right now right now she needs to try at least for three minutes to be in this position to check it praise praise the Lord no more tell the whole people that I am well praise Lord I just wanted to show you I just wanted to show you I don't need to yell I don't need to scream I don't need to put my hand on the hand she was holding my Bible because Bible has a word of God and we agree you are not a healer you are nurse you just pick the word of healing according to word of God and God does the work she was feeling hot because Holy Spirit power is released amen so this is the way you should go and pray for everybody so how many are going to begin to pray for sick people all the hands going on and you are going to believe that they will be healed it is not because of you but because Jesus lives inside of you amen can you do it amen all right so practice how many of other people who said I have a back problem stand up stand up those people who stand up back problem stand up only those with a back problem okay those people around them stand up and begin to pray for them all the people around you begin to pray pray and believe pray and believe just two minutes just begin to pray in the name in the name of Jesus Lord I pray that your healing power flow touch your people heal them in the name of Jesus thank you Jesus for moving upon them in the name of Jesus we give you the glory we give you the honor we give you the praise I command you in Jesus name be healed all of you in Jesus name alright now those who receive the prayer now those who receive the prayer thank you back down do you cry and if you're healed wave at me you're healed two you're healed three you're healed you're healed five well wave at me you feel I'm healed one two three four five six seven eight nine ten eleven eleven people were healed right now hallelujah and who pray for who you pray for somebody else and who did the healing and who did the healing Jesus amen very simple amen because Jesus inside of you can heal cancer open the blind eyes cripple he can do all things but if sometimes miracle doesn't happen don't give up keep praying until when until miracle happens or that person drop dead if that person died pray for the resurrection if that person doesn't resurrection and he she is in Christ and they are really healed because they went to heaven so rejoice because in heaven there is no sickness there is no tear there is no suffering so when somebody in Christ dies they are really healed so rejoice don't say oh what happened no they are really healed and then go for somebody else who is sick amen my bible says in Romans 8 1 there is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus amen and the law of the spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death освободил меня от закона греха и смерти hallelujah 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 so if you are in Christ Jesus walks 24 7 in the Spirit 24 часа в сутки 7 дней в неделю он ходит с вами so if you are inside of Jesus Christ you have no other choice but walking in the Spirit above Jesus Christ heaven is open so if you are in Jesus Christ heaven is open above you inside of Jesus Christ it's a Satan free zone demon free zone sickness free zone zone and my Bible says you are inside of him so from this day on for you to be sick Jesus has to be sick so I cannot be sick amen that's what I say amen so it's easy amen because my desire is all of you to understand that you are absolutely capable of to become a miracle maker because the miracle maker Jesus is inside of you so this church will never be the same again only few people said that this side is a little stronger the anointing is strong here how about this side do you believe do you believe amen amen okay now I can preach praise the lord and then I'm going to pray for you because there is an importation of the anointing and if you desire to receive importation of the kingdom authority and power and if you want to receive power and power and if you pray for you but if there is anyone here who never really give your life to Jesus Christ if you were to die tonight you're not sure you're going to wake up in heaven or hell you're going to wake up in heaven or hell then you need to be born again so at the end I'm going to have altar call for those ones to make sure they're truly in Christ the greatest miracle is not a miracle healing greatest miracle is salvation the sinner who are heading to hell is rescued and going to heaven the sinner will repent and turn to the Lord and whole heaven will rejoice over the one sinner but the bible didn't say when dead is resurrected that when who is resurrected all heaven will rejoice over it the bible didn't say when the blind eyes open the whole heaven will rejoice over it in the bible in the bible that if the blind eyes open the whole heaven will rejoice over it but one lost the soul but one lost the soul repent of their sins come to Jesus and be born again and whole heaven will rejoice over you I feel in my spirit maybe there are a few people need to be truly born again to be truly born again so they let the whole heaven rejoice today over you amen so I want to share some important things я хочу поделиться некоторыми важными вещами well there in the bible there are gravity laws what I mean by the gravity laws if you break this law if you break this law that you will get hurt and what is this gravity law for instance if I go to 8th story building and they say oh I'm a pentecostal christian if I jump out of the 8th story building angels are going to catch me and if I jump I'm going to go if somebody jump from 1st story if I jump angels are going to catch me then you go down that's the only difference you're going to get hurt you break the gravity law you break the gravity law you're going to get hurt you're going to get hurt in the bible there are four gravity laws that you must not break that you must not break number one gravity law is unforgiveness if you don't forgive the sins of others if you don't forgive the sins of others the father God said he will not forgive your sin either and Matthew chapter 5 let's see where we're driving all of a sudden I lost that scripture you know that scripture if you don't forgive the sins of others Matthew chapter 16 14 and 15 read it please Matthew 16 6 14 and 15 ибо если вы будете прощать людям согрешения их то простит и вам отец ваш небесный а если не будете прощать людям согрешения их то и отец ваш не простит вам согрешений ваших can you imagine that father God will not forgive your sin if you don't forgive sins of other fellow men если вы не простите грехи ближнего который согрешил против вас если вы не прощаете их грехи то бог отец не простит и ваши грехи если ваш грех не прощен богом отцом то тогда кровь иисуса христа не имеет силы вашей жизни и это означает что дьявол может тогда нападать на вас то есть грех не прощения это как если бы вы начали отрицать силу креста поскольку иисус умер на кресте за все грехи ваши и мои и грехи всего мира ваши и мои грехи они были настолько велики что мы были обречены на вечный ад и для того чтобы бог мог спасти нас с вами его сын который не совершил ни одного греха он умер на кресте он пролил свою кровь то есть он купил вас за цену собственной крови но грех кого-то другого против вас по сравнению с вашим грехом против бога это вообще ничто почему же бог отец настолько серьезно к этому относится потому что если вы не простили грех кого-то против вас если вы это делаете тем самым вы говорите кресту кровь иисуса христа не имеет силы чтобы простить мои грехи потому что я не могу простить его или ее грех это закон гравитации если вы его нарушаете то вы причините себе боль я служил как-то в Болгарии в 1991 году как раз после падения коммунистического режима мы приехали в одно селение где там население это были все на 100% коммунисты а все атеисты никто в Бога не верил мы там взяли в аренду такое старое здание используемое для всяких коммунистических мероприятий там всего лишь 800 человек могло собраться но пришло 1200 человек мы пели я проповедовал 800 человек покаялась потом я спросил кто нуждается в исцелении 400 человек подняли руки я даже не мог туда сойти к ним чтобы молиться за каждого ну вы знаете Бог он может исцелять когда ты возлагаешь руки на кого-то но Бог может также исцелить тогда когда ты говоришь и слово ты веришь в это ты говоришь это и люди могут исцелены быть сейчас расскажу одну историю из Колумбии потом мы к Болгарии вернемся был один молодой пастор он был на моей конференции и его просто Божья сила огромнейшим образом коснулась потом он пришел ко мне в комнату в его мобильном телефоне там у него была эта программка скайп и он звонит своей жене которая в Майами находится в гостинице она архитектор и в Майами у нее какая-то работа была и он говорит я получил такое огромное благословение но моей жены тут не было и поэтому я хочу чтобы она также могла это испытать поэтому помолись сейчас за меня и помолись за мою жену но через телефон ну и там в телефоне это скайп был включен ее можно было видеть и вот мы там смотрим привет как дела она говорит привет я тут в Майами и я слышала что мой муж действительно получил такое прикосновение она говорит я тоже хочу чтобы ко мне Божья сила прикоснулась и так этот брат держит свой мобильный телефон он его ко мне повернул и эта женщина так телефон к голове приложила я вижу голову вот так вот да нет 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 ее face была там и я вижу ее голову я возлагаю на него руку его зовут Джон и потом руку свою ну вот на изображение в телефоне как бы ну на ее голову положил и я молюсь чтобы Божий огонь сошел чтобы Божий огонь коснулся я говорю Божий огонь пусть сойдет на жену Джона в Майами во имя Иисуса и она начала вопить она там упала на кровать и она говорит я просто вся горюя в огне и она была в огне Божьем 72 часа с того момента я говорю ух ты для Бога нету расстояний поэтому вы можете говорить и Бог может так же действовать хорошо возвращаемся к Болгарии и так 400 человек поднялось я молился во имя Иисуса и Бог давал мне слово знания я говорю тут женщина с проблемой в спине во имя Иисуса будь исцелена 4-5 человек упало под воздействием силы Божьего кого-нибудь у кого какая-то опухоль поднимите руки во имя Иисуса всякая опухоль да исчезнет все упали под воздействием силы Божьей в тот день Бог по-настоящему явил свою силу и почти все 400 человек получили исцеление this story this story is going to the unbelieving villages и так эта история облетела все это селение но была одна молодая женщина которая верила во Христа которая верила во Христа но она умирает от рака и 4 человека принесло ее ну как чуть ли не на носилку там было много людей и вот они ее так подняли вверх и вот так вот пронесли и положили ее передо мной ей где-то лет 25-26 было но там были буквально кожа и кости то есть последняя стадия рака врачи сказали ну может быть две недели но максимум месяц она даже воды не могла пить рак распространился по всему телу и вот она лежит ее глаза закатились и очень такое тяжелое дыхание такое чувство что она вот сейчас тут и умрет я подумал ну многие тут получили исцеление и когда я молился за ней я ожидал что и она тоже получит исцеление но когда я положил руку свою на ее голову то у меня было такое чувство что я касаюсь холодного камня я там противостал раку то есть что бы я там ни делал ничего не происходило ничего не происходило я спрашиваю Господь что происходит потом Дух Святой проговорил ко мне через переводчика скажи ты должна простить своего бывшего мужа даже если я пойду в ад я его не прощу и потом опять откинулась я говорила никогда таких женщин еще не встречал она была полна непрощит горечи она зубами скрежитала я сказал ей если ты не простишь то ты пойдешь именно туда куда ты сама сказала ты пойдешь в ад навеки и ты там вечно будешь мучиться этого ли ты хочешь этого ли ты хочешь ты хочешь быть исцелена если ты хочешь быть исцелена ты должна простить теперь я понимаю почему рак вошел в твое тело потому что ты не простила греха своего бывшего мужа поэтому Бог отец не прощает твоего греха и поэтому у сатаны есть закольное право напасть на тебя Матвея 18 там помните там эта история такая символическая рассказывается притча о немилосердном слуге то есть один который должен был там 10 тысяч талантов 10 тысяч талантов на сегодняшнее исчисление это может быть там сотни тысяч долл миллион сотни миллионов долларов и you know the master felt sorry for him ну и хозяину стало жаль этого должника pardon his debt и он простил ему долл and he goes out он идет and there is a man owe him 100 динариев he owe hundreds of millions of dollars у него долг у него долг там сотни миллионов долларов и этот хозяин простил его этот долг он идет and meet a man owe him maybe more than 8000 dollars и встречает человека который должен ему на наши деньги ну может быть чуть больше тысячи долларов 100 миллионов долларов по сравнению с тысячей долларов это ничто и он говорит сейчас расплатись со мной и он говорит смилуйся надо мной дай мне время я расплачусь с тобой но он его посадил в тюрьму и этот хозяин разозлился опять вернул его к себе и в самом конце 33 стих 18 не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего как и я помиловал тебя и разгневавшись and deliver him to the torturers государь его отдал его истязателям и в греческом слове истязатели это то есть бес бесам отдал and these demons can bring sickness cancer disease и эти бесы могут нести болезни всевозможные рак и так далее until he should pay all that was due to him пока не отдаст ему всего долга so the my heavenly father also will do to you if each of you from his heart does not forgive his brother his trespass так и отец мой небесный поступит с вами если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его this is a gravity law вот это закон гравитации so i told her я сказал ей and she said finally ok i'll forgive him and then she goes i forgive my i forgive my grinding her teeth she said no 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 you don't forgive like that you have to forgive from the bottom of your heart and then she began to cry god please help me god please help me help me to forgive him help me not to hate him help me not to hate him finally about 20 minutes later with the tears in her eyes she forgave her ex-husband and i found out the story what happened during those days husband and wife they had to work both they married for two years or so and they had a son son was a little maybe five months so when she worked she had to ask her best friend to watch the sun and when she was at work not like girlfriend lady friend the best friend and sometimes husband came home earlier than her and her husband committed adultery with her best friend and not only that her best friend got pregnant so they divorced her husband divorced him her and he married her best friend i mean humanly speaking she has every right to hate but even then she has to forgive so when she forgave i prayed for her again я за нее снова молился and i felt the fire of God going out of my hand и я чувствовал как огонь Божий через мою руку шел и переходил в нее и вдруг она начала биться как рыбу как рыбу которую из воды вытащили she was sweating и она вся была в поту и она говорит мне так жарко и я чувствовал в духе своем что она исцелена и боль полностью ушла год спустя я вернулся в это же самое селение я уже забыл обо всей этой истории и у нас было молодежное собрание 2000 молодых людей пришло и много людей покаялось и я выходил как раз от сослужения и одна женщина бежит просто ко мне и она была немного здоровой она так ну уже выглядела здоровой и она так крепко меня обнимает настолько крепко что я дышать не могу и она там целует меня в правую в левую щеку и это молодежь смотрит что это тут такое я так дамочка дамочка давайте соблюдайте дистанцию я позвал переводчика ну переводчик спрашивает ну что случилось она говорит вот я та которая вот в прошлом году вот я умирала от рака за одну неделю я получила полное исцеление и она говорит я пошла потом к своему бывшему мужу попросила чтобы он меня простил и он просто такое обличение получил пожалуйста прости меня и ее эта подруга тоже просила у нее прощения и они примирились и у нее в доме проходит изучение библии и они приходят к ней на группу по изучению библии и она говорит время от времени я присматриваю за их ребенком это настоящее прощение и она говорит Бог дал мне чудесного мужа мы женаты мы оба занимаемся служением но у меня одна проблема я говорю в чём у тебя ещё проблема я говорю слишком много я кушаю сейчас я так выгляжу как здоров я намного здоровее чем была помолись за меня чтобы я могла похудеть я говорю ну это намного приятнее чем год назад когда ты при смерти вы знаете это чудесная история о прощении я хочу чтобы вы понимали вы должны прощать всех тех людей которые в прошлом причинили вам прощение это не значит что то что они с вами сделали это нормально это хорошо прощение это не значит что я просто предаю этого человека в руки господа но то что они сделали в отношении меня больше не будет меня контролировать я в Иисусе Христе нет никакого больше вины и стыда и я свободен и я свободен чтобы жить для Господа вот это и есть прощение поэтому вы должны прощать для того чтобы получить помазание еще три закона быстренько Малахи 3 this is a scripture normally used for tithes and offering обычно этот отрывок используется когда речь идет о десятинах и пожертвования поэтому вы его очень хорошо знаете но вот что я хочу вас спросить how many of you like to go to brother Vlad's house today and rob his house кому бы из вас хотелось сегодня навестить жилище пастора Влада и обнести его кому бы из вас хотелось это сделать поднимите руки поднимите руки oh here's the ranger he's going to rub his house то есть утянуть утянуть что-нибудь у него там oh elders of the church you have a special council with him anybody else кому-нибудь еще хочется к пастору Владу прийти и утянуть что-нибудь у него дома поднимите руки oh thank you nobody else only one person but Bible says will a man rob God можно ли человеку обкрадывать Бога 8 стих а вы обкрадываете меня скажете чем обкрадываем мы тебя десятина десятина и приношениями десятина это ваши десять процентов от любого вашего ежемесячного дохода это принадлежит Господу и это вам необходимо принести в дом хранилище пожертвование это то что превышает эти десять процентов если вы этого не делаете Бог тем самым говорит вы обкрадываете меня то есть вы не хотите обкрадывать своего пастора но вы обкрадываете Бога тогда вы обкрадываете его больше чем Бога очень тихо очень тихо so the key is why not only when you rob God this is going to be the consequence И в 9 стихе говорится о том, какие будут последствия, если вы обкрадываете Бога. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. I don't know in Ukrainian Bible, but in English Bible, this is the only scripture, God uses double curse. You are cursed with a curse. The problem of not giving what belongs to God, because the devil knows the scripture, you said, you remember, if you love God, you obey God. So you don't obey God, and the devil knows the scripture. Дьявол, он знает Писание. Who bring curses to you? It's a devil. Кто приносит вам проклятие? Дьявол. The devil has a free reign to attack your finances, attack your life, attack your business, but if you give full tithes, verse 10, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and try me now, in this says the Lord of Hostess, if I will not open for you the windows of heaven, and pour out for you such blessing, that there will not be room enough to receive it. принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословения до избытка? Which one do you want? Which one do you want? was upon your life. All of a sudden, refrigerator breaks down, and you have to spend maybe fifty dollars to fix it, and two percent you stole from God, it goes out. And not only that, the devil will come into your life. And many people who don't give full tithes and offering, they work so hard, they work so hard, but they cannot keep what they earn. It's like holes in the jar. It goes in every direction. They work so hard, but they cannot keep what they earn. But the Bible says, bring full tithes unto me. Not offering unto me. Then he says, I will open the heaven above you. And I will pour the blessing on you, you won't have room enough to receive. Which one makes sense? украсть 2-3% от Божьих денег и Сатана нападает на вас вы работаете как лошадь но не можете удержать всего заработанного но вы даете Богу полную десятину пожертвования и все тогда что вы не делаете Бог это благословляет в такой степени что у вас уже недостаточно места чтобы все это принимать ну украинцы математику знают хорошо да что лучше оно одно с другим нельзя сравнить и не только это verse 11 I will rebuke the devourer for your sakes devourer is a devil я для вас запрещу пожирающим а пожирающий это дьявол so that he will not destroy the fruit of your ground nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field says the Lord of hosts истреблять у вас плоды земные и виноградная лоза на поле у вас не лишиться плодов своих говорит Господь самоо если вы даете полную десятину над вами открываются небеса и на вас изливается благословение в такой мере что у вас нет места чтобы это все вместить и потом он будет защищать вас и потом он будет защищать вас от того чтобы не пришел пожирающий и не украл то что по праву вам принадлежит вы знаете почему многие люди не дают десятин Господу? потому что они думают что все что у них есть это ихнее это мой дом моя машина мой бизнес моя жена мои дети мое, мое, мое то есть все то что вы провозглашаете что это мое то это ваша тогда ответственность чтобы удержать это умножать это охранять это это ваша ответственность то есть все что принадлежит лично вам и тогда у сатаны есть сила нападать на это но если вы все отдаете Господу это Божий дом это Божья машина все деньги которые у меня есть принадлежат Богу моя жена, она принадлежит Богу мои дети принадлежат Богу все то что вы говорите принадлежит Богу то тогда это ответственность Бога содержать это, умножать это, охранять это и делать это плодоносным и все то что принадлежит Богу если сатана захочет на это напасть то ему нужно сначала с Богом будет разобраться чтобы напасть он не может коснуться того что принадлежит Богу все принадлежит Богу тогда какая проблема 10% Богу отдать некоторые люди говорят, ну это концепция Ветхого Завета если вы хотите Новый Завет после Дня Пятидесяти Дух Святой пришел они говорят, что все что у нас есть это не нам принадлежит они салли все и сказано, что они начали продавать все и отдали вообще все церкви и Анания и Сапфира они солгали Святому Духу и просто пали мертвыми это стиль Нового Завета хотите ли вы все продать и принести это в церковь может быть лучше в этом случае Ветхому Завету следовать 10% отдавать выберите для себя что вам лучше но это закон гравитации знаете, часто ко мне приходят люди и говорят помолись за меня, чтобы мой бизнес получил благословение и вы знаете, 10 из 10 человек чей бизнес не процветает я их спрашиваю, а вы даете полностью десятину Богу и у них куча всяких причин, почему они этого не делают ну, мне нужно деньги, чтобы вкладывать мне там нужно по счетам платить мне нужно это делать или то ну, когда я стану больше зарабатывать я, конечно, это буду делать нет, если ты не делаешь этого, когда у тебя мало то когда у тебя станет больше ты тем более не будешь этого делать я никогда не видел подобных людей успешными в бизнесе поэтому давайте полную десятину Господа это закон гравитации если вы его нарушите то вы причините себе боль если вы будете соблюдать то небеса откроются над вами и он и зальет благословение на вас чего вы хотите может быть некоторые из вас которые были больны то этот пожиратель, он напал на вас вы больны 2, 3, 5 лет и вы просто много денег платите докторам на лекарства начните давать полную десятину Бог будет защищать вас и не позволять, чтобы пожирающий нападал на вас аминь и еще два быстрого закона я хочу помолиться Библия говорит, не судите все то или кого вы судите та степень, в которой вы судите такой же степени и вас будут судить и Библия также говорит, запомните, что если вы будете на кого-то пальцем тыкать и про бревно и сучок в глазу да, он на сучок в глазе кого-то показывает, но не замечает бревна в своем суд или осуждение это подобно такому большому камню ты его пихаешь, этот камень и он круглый может быть с суждением, судом своим а он потом назад катится на тебя с осуждением в ответ иногда двойне очень часто, когда я служу в разных странах я служу часто молодежи, которые нарко- и алкозависимые я говорю с ними говорю, расскажи мне о своей жизни и очень часто я слышу следующее мой папа был алкоголик мой папа избивал маму меня бил он постоянно пьяный был и я просто проклинал его в сердце своем я проклинал, судил его и я говорил себе, что когда я вырасту, я к алкоголю притрагиваться не буду но когда он вырастал он становился алкоголиком в два раза хуже, чем был его отец он должен был благословлять своего отца молиться за него но он проклинал его осуждал его и он говорил, я никогда так не буду делать и в два раза он получал намного хуже все и я это вижу постоянно это закон гравитации то, что вы посеете вы пожнете вы сеете осуждение вы пожнете осуждение вы сеете прощение вы пожнете прощение вы сеете зло, вы пожнете зло я даже сеял пастора когда один пастор лишился Божьей благодати он там осуждал и в своем осуждении он показывал что я намного лучше чем тот другой человек которого он осуждал и тот которого осуждали я вижу, что он попался на тот же самый грех и в два раза даже хуже и он потерял все и Библии сказано не судите потому что ты будешь судим согласно той мере которой сам ты судишь поэтому не судите это закон гравитации и последнее почитай отца и мать свою и тогда у тебя будет все хорошо и твоя жизнь будет благословенна но если ты не почитаешь отца и мать то тогда у тебя не будет долгой благословенной жизни почитать не значит что они должны быть хорошими родителями чтобы я их почитал но мои мама и папа они были плохие я не могу почитать нет но если бы не они тебя бы здесь не было может быть до того как вы стали христианами может быть вы их проклянули но когда вы получили рождение свыше вы должны почитать их и тогда у вас будет долгая благословенная жизнь это также касается вашего тестя, тещи и свекра и свекрови honoring them doesn't mean that when they don't treat you well почитание их это не значит что если они с вами плохо обращаются но они со мной плохо обращаются значит я не буду их почитать но даже если ваша свекровь или теща плохо к вам обращаются относится вы все равно должны почитать ее из-за того какая она есть но из-за того что Господь об этом говорит и благословляете и тогда Бог благословит вашу жизнь я интервью many, many young people who commit suicide вы знаете я я общался с очень многими молодыми людьми которые пытались покончить жизнь самоубийством каждый из них у каждого была проблема либо с матерью либо с отцом они их ненавидели они проклинали своих матерей отцов и каков плод этого он становится алкоголиком сексуальные пристрастия там вены себе режут пытаются покончить жизнь самоубийством потому что они не почитают своих отца и мать и плод жизни этой молодежи они совершают самоубийство и поэтому они не живут долгую благословенную жизнь и я начал видеть что здесь есть воля Божьей что мы должны почитать отца и мать своего вне зависимости от того как они себя ведут вы почитаете их для славы Божьей и тогда Божье благословение будет на вас это четыре закона гравитации в Библии вы не должны нарушать эти законы и тогда вы сможете по-настоящему ходить во власти и силе царства ни одно орудие направленное против вас не будет успешным ни одна болезнь не сможет пребывать в вашем доме Бог будет защищать вас все что есть у вас это должно принадлежать Богу вы даете полную десятины пожертвования Богу небеса будут открыты над вами вы будете благословенны просто без всяких мер и вы будете сильными солдатами чудотворцами для славы Божьей аминь 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 я делюсь этим с вами чтобы когда вы уйдете отсюда вы были сильными солдатами поднимитесь сейчас пожалуйста и я хочу чтобы вы сейчас сделали одно я хочу чтобы если вы когда-нибудь нарушили один из этих четырех законов чтобы вы покаялись если вы кого-то еще не простили если у вас горечь в сердце гнев я хочу чтобы вы простили этих людей если вы не давали Богу полную десятину или пожертвования простите Бога чтобы он простил вас и с этого дня вы обещаете Богу я буду давать тебе полную десятину пожертвования если вы кого-то осуждали судили попросите Бога чтобы он простил вас и пообещайте себе что своими устами я никогда больше никого судить не буду и если вы не почитали своих отца и мать своих тещу свекровь тести родители и мужа и жены простите что Бог простил вас и просто чтобы он дал вам благодать простить их вы просили может быть что Бог изменил их но Бог хочет изменить вас тогда Божья сила будет течь аминь закройте глаза я сейчас буду молиться Господь я благодарю за этих мужей и жен Божьих спасибо за то что они твои дети прости их если они нарушали эти законы гравитации Дух Святой проговори к ним и помоги им покаяться в своих грехах чтобы твоя сила исцеления могла течь чтобы их финансовая ситуация изменилась чтобы их взаимоотношения с родителями поменялись чтобы начало происходить истинное пробуждение когда они выйдут отсюда чтобы они были полностью свободны были исполнены Святого Духа и чтобы они были сыновьями и дочерями живого Бога если Сын освободил вас вы свободны воистину и если вам есть в чем покаяться просто пусть каждый на своем месте покается в этом прямо сейчас между собой и Богом покайтесь в этом просто сейчас общайтесь с Богом экономически трудные времена в Украине как раз именно сейчас то время чтобы давать полную десятину и пожертвования Господу и Бог будет совершать чудеса и чудеса благословений будут происходить Бог не просто не только заинтересован в исцелении больных Бог желает чтобы все сферы вашей жизни были благословлены чтобы ваша жизнь была даром для всех остальных чтобы вы могли благовествовать от своего Иерусалима и до самого края земли и это Божья благая воля чтобы вы были благословлены если вы молились, молитва это каялись в грехах своих если кто-то имеет какую-то болезнь вы нуждаетесь в исцелении поднимите руки положите руку свою на то место вашего тела где у вас это болезнь или боль потому что будет сейчас следующее я сейчас не могу молиться за каждого мы вместе сейчас будем верить когда я был в Тернополе у одной женщины была операция на головном мозге две опухоли вырезали у нее была опухоль там было слишком много больных людей я не мог подходить к каждому я сказал чтобы каждый положил свою руку там где у них болезнь и у нее была сильная боль в голове и после того как я молился ее головная боль ушла полностью поэтому верьте Иисус который живет в вас он имеет полную власть над вашей болезнью Дух Святой который в вас он имеет всю силу чтобы исцелить вас сейчас если вы в это верите скажите аминь положите свою руку в область где у вас болит я буду молиться закройте глаза не смотрите на меня я сам ничего не могу вам дать только Иисус Господь Иисус я молюсь сейчас ты здесь с нами вся полнота власти Иисуса над Его народом здесь для того чтобы разрушать дела дьявола исцелять от всякой болезни и сила Духа Святого над ними чтобы исцелить их и я провозглашаю во имя Иисуса всякая проблема с сердцем будет исцелена прямо сейчас всякая проблема в голове с головной болей с мозом будет исцелена во имя Иисуса любая опухоль да исчезнет во имя Иисуса любые проблемы с желудком да будут исцелены любая боль в спине в тазобедренном суставе и коленях я поливаю во имя Иисуса да это идут они любые проблемы с легкими с бронхиальной системой с печенью я связываю во имя Иисуса щитовидная железа да будет исцелена и любой дух рака мы связываем тебя во имя Иисуса диабетическое состояние да будет исцеление во имя Иисуса и любое сокрушенное сердце да будет исцелено во имя Иисуса во имя Иисуса будьте исцелены прямо сейчас пусть они почувствуют как жар Божий сходит на них будьте исцелены будьте исцелены во имя Иисуса вы чувствуете исцеление в теле своем проверьте сейчас прямо свое тело если вы чувствуете что получили исцеление поднимите руки если вы верите что вы исцелены поднимите руки кто нибудь еще кто нибудь еще еще кто то то вы чувствуете что вы получили исцеление я гарантирую вам здесь многие уже исцелены когда вы пойдете вы будете исцелены завтра утром когда вы проснетесь у вас уже больше не будет симптомов потому что Иисус здесь и теперь если вы хотите получить силу и власть Царства Божьего поднимите свои руки спасибо Иисус как мы принимаем это? верой Господь Иисус посмотри на свой народ Господь сойди в своем помазании в своей силе коснись их прямо сейчас крести их властью и силой Царства помоги им ходить во власти и силе Царства ни одно оружие направленное против них не будет успешно пусть огонь Божий сойдет на них пусут огонь гаража пусть огонь сеят mighty fire True пусть огонь сойдет айдет Future силы огонь eventual ври пусут огонь таким ом в сч Воем пусть огонь 12 toda пусть огонь сойдет пошЛ и пусут огонь пусть огонь сойдет и ходите в победе. Ходите в победе. Аминь. Он любит вас. Вы не какие-то обычные люди. Бог с вами. Идите в победе. Служите Господу. Спасайте столько людей, сколько только сможете. Лейте руки на больных, и они будут исцелены. Аминь. Пусть Господь благословит вас. Господь благословит вас. Давайте поблагодарим Иисуса.